Тут видел вопрос в чате ютуба относительно, ну я не знаю, ну можно сказать скандала с конкурсом Миссис Россия. О облако пишет, что Мисс Россия, ну на самом деле Миссис Россия, позорит нашу родину. Любая тетя Маша представила бы нашу страну гораздо достойнее. Вот меня интересует, ты вообще слышал ли ты про итоги этого конкурса в этом году? Ты увидел ли ты фотографии и что ты вообще думаешь насчет конкурсов красоты? Ну вот по моему мнению это такая чисто вот прям ярмарка тщеславия. Ну как можно сказать красиво, насколько вот одна девушка красивее другой? Слушай, ну наверное какие-то общепризнанные стандарты красоты в том или ином поколении, они все равно формируются. Другой вопрос, что если общество болеет, если общество нездорово, если оно исполнено не теми ценностями, которые нужны для развития и созидания, то и культура, и мода, и эти стандарты будут также извращаться. Ох, ё-моё. Ну к вопросу об итогах конкурса, это Наталья Оскар, она вот победила в этом году, жительница Дальнего Востока, она замужем за бизнесменом, значит хозяином бизнеса компании Центр Кровли. Ну все встало на свои места, да, и вопрос к объективности, честности, да, и, ну я не знаю, там, просто какого-то адекватного подхода к этим вещам, он просто все это разбивается, когда, собственно, вот эти скандалы возникают, ну понятно, да, что эта девушка, женщина, она сколько лет, интересно, даже не могу представить, стала, скорее всего, по другим причинам получила этот титул, да, если в нашей стране, где, как я уже сказал, средства, деньги, рубли возведены в самую высшую ценность, понятно, те, кто обладают этими денежными знаками, им легче будет двигаться, да, в том числе в конкурсах красоты, и, ну, я не знаю, да, это, это что-то, что-то для меня непонятное. В целом, да, ну, кто-то может посмеяться, да, и сказать, слушай, Коль, ну, чё, чё время тратить на это, ну, надо там обсуждать какие-то более глобальные вещи, более значимые вещи, но если мы говорим с вами о том, что система деградирует, она же деградирует везде, это не какие-то отдельные направления, да, помните, как Путин там или Медведев, кто из них там выступал, да, что, ой, вот у нас с демографией, вот только вот здесь вот у нас вот, вот провал, провальчик, Песков, по-моему, это говорил, да, вот у нас вот именно здесь получился такой провал, как будто у вас всё нормально, социальная поддержка, с зарплатами, с пенсиями, с ценами, и с, там, остальными вопросами, там, уверенности завтрашнего дня, вот только вот рождаемость у вас упала, да нет, это одно цепляет другое, так же и здесь, если мы говорим о том, что система коррумпирована, если система деградирует, если всё это заточено на деньгах, то это будет в том числе даже в таких второстепенных вопросах, как конкурсы красоты прослеживаться и быть очевидными. Да, слушай, ну вот в Советском Союзе таких конкурсов, насколько я знаю, не было, да, вот там как бы более все, ну, все советские женщины были красивыми и равными, и нельзя было выделить кого-то индивидуально. Советскую женщину отличало от представителей женского пола других стран, да, то, что с моментом Великой Октябрьской стилистической революции она была уравнена в правах с мужчинами, и то, вот как вот сегодня любят эту тему, феминистское движение, да, знаете, в Советском Союзе феминистского движения не было не потому, что там кто-то это не разрешал, а потому, что в этом не было никакой необходимости, потому, что женщине с 1917 годом 20 с лишним законов, мер поддержки, защиты и никакой дискриминации и там какого-то неравенства быть не могло, это было невозможно, потому, что, ну, так вот на это смотрело государство, понимаете, здесь же вопрос не в том, чтобы из женщины сделать, я не знаю, предмет интерьера, да, какое-то там, какое-то дополнение к мужчине или там привязать ее к дому, там, чтобы там она занималась воспитанием детей, да, здесь же вопрос личного выбора, и вот этот выбор, он, собственно, и гарантирует равенство, понимаете, а если у нас все вот упирается в вот эти картинки, да, как мы сейчас видели, конкурсы красоты, да, которые дают там какие-то, значит, блага, какое-то светлое будущее, ну, понятно, что именно по этому пути и будет, это идти молодежь, там, молодое поколение, а это в свою очередь, ну, ничего конструктивного, на мой взгляд, не принесет.